В Красноярске дан старт масштабной стройки. Сегодня в самом центре города был заложен первый камень гостиниц мирового класса Ибисы Новотель. Обе принадлежат турецкой компании. Достроить их планируют в рекордные сроки за полтора года. Это при том, что нужно возвести два семиэтажных здания и сделать подземную парковку. Наталья Истомина побывала на строительной площадке отеля и выяснила у инвесторов все подробности. Есть слово. Вот здесь в самом центре города между комплексом ресторанов Красноярск и торговым центром Хамелеон будут построены две гостиницы международного уровня Ибисы Новотель. Сегодня здесь заложили уже первый камень. Отмечу инвестор проекта. Турецкая компания Каи Холдинг. Она строит гостиницы не только в России, но и по всему миру. Сегодня строительную площадку посетили руководители компании Инвесторон. Для них это долгожданный проект. Планы открыть гостиницу в Красноярске появились еще в 2007 году. Однако все разрешительные документы удалось получить только недавно. Мы вообще по всему миру строим гостиницу. Красноярск, как один из крупнейших сибирских центров, достойен нашего внимания. Это, наверное, один из самых богатых городов в Сибири. И поэтому нам обязательно было прийти сюда и строить гостиницу. Обе гостиницы будут семиэтажными. Здание соединит общий холл. Отель Ибис будет трехзвездочный, рассчитанный на 112 номеров. Новотель получат 4 звезды, и в нем планируется 92 номера. Здесь же разместят несколько ресторанов, конференц-залов, фитнес-центр и бассейн. Парковка, рассчитанная на 160 машин, будет располагаться под зданием. Парковка находится даже не в пределах этого здания, а в пределах всего участка. То есть у нас участок немножко больше, чем у нас само здание. Поэтому парковка идет буквально по границе этого участка. Буквально вот таким образом. Въезд в парковку со стороны Карла Маркса получается. Здесь у нас такой есть дублер. Обратите внимание. Для того, чтобы не создавать проблем на въезде и выезде, совместно с гражданом проектом, была сделана транспортная схема специальная. На месте будущей стройплощадки очень много деревьев. Как сегодня пообещали инвесторы, ни одно из них не уничтожат. Их выкопают и перенесут в другое место. Технологии уже согласовали со специалистами Института леса. Соседствовать новые гостиницы будут вот с этим зданием. Это общежитие Педа университета. Однако бизнесмены планируют обсудить с властями перенос его в другую часть города. И в случае согласия готовы всячески помогать с этим. Однако пока это только лишь планы. Что касается конкуренции между гостиницами Красноярска, то иностранные инвесторы уверены, что пока ее просто нет. На миллионный город, в который часто приезжают гости со всей России и мира, всего одна гостиница Октябрьская имеет три звезды. Для миллионного города, мне кажется, уже наступило время, когда у нас должны пятизвездочные отели открываться. А то нам гостей негде расселить. Гостиницы в квартирах, ну смешно. Понимаете, все приезжают и спрашивают, что такое гостиницы в квартирах. Ну, понимаете, потому что нехватка хороших гостиниц – это большая проблема. Однако в ближайшие годы конкуренция на гостиничном рынке может резко вырасти. В ноябре будет официально сдан трехзвездочный отель «Хилтон». Пятизвездочный «Мэриот» планирует достроить в декабре 2015 года. О планах зайти в Красноярс заявила и международная сеть отелей «Рэдисон». Она выбрала площадку на месте бывшего комбайного завода, землю под которым выкупила компания «Сибиряк». Однако турецких инвесторов это вовсе не пугает. Планы – это еще не стройка. К тому же, возможно, в будущем нам предстоит принимать серьезные международные мероприятия, например, универсиаду. И поэтому отели с хорошим сервисом все-таки нужны. Добавлю, возводить обе гостиницы – бизнесмены, намеренные ударными темпами. Завершено строительство должно быть уже во втором квартале 2015 года. Я же предлагаю обсудить эту тему на сайте afontovo.ru. Ну а если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой номер телефона – 29 29 115. Наталья Истомина, Дмитрий Кутько. Афонтово новости.